Уходящая неделя у всех девятиклассников Мозорщины выдалась насыщенной. Разбирали автоматы, стреляли из винтовки, пусть и пневматической, надевали защитные костюмы, изучали военную теорию и проходили медицинскую подготовку. Согласно учебному плану, прозведел последний звонок все в восьмую школу. Именно здесь находится районный центр до призывной подготовки. Ждет учебный сбор. Согласно программе подготовки, после 10 класса проводится 30-часовой учебно-полевой сбор, что мы и делаем. Ребята учились под руководством своих учителей при содействии центра до призывной подготовки на базе своих школ. Сегодня крайний, как мы говорим, день занятий, пятница. Мы его проводим в форме контрольных занятий по строевой подготовке, огневой подготовке, медицинской подготовке. Выделяем лучшим. В период подготовки на всех руководителей военно-патриотического воспитания легла особая ответственность. В течение пяти дней каждому десятикласснику необходимо помочь прочувствовать армейские будни, узнать много нового о нашей стране. А еще помочь юношам отточить шаг. В смотре конкурса «Песни из строя» выправка и синхронность наравне с песней обеспечивают дополнительные баллы. Вердикт главного военного Мозыря – комиссары Андрея Аршинова. Военкомат таким бравым ребятам точно рад. «Они относятся очень положительно. Во-первых, все школы Мозыря здесь собраны, они между собой общаются, приобретают новых знакомых. Это раз, получают различные новые навыки. И многие дети с тем же оружием, противогазами, средствами защиты не могут общаться каждый день. А здесь им предоставлена такая возможность. Плюс все практические занятия происходят на свежем воздухе. Они постоянно в движении. В период этих сборов они посещали воинские части Мозырского района. И там точно так же знакомились с солдатами срочной службы, с условием прохождения службы. Смотрели, как наши военнослужащие несут службу сегодня». Стадион 8-й школы после сборов превратили в плац. Там уже раздавали заслуженные награды. Кстати, будущих защитников Отечества отдельно отметили ветераны вооруженных сил. Цветана Грудькон, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.